Сегодня мы с вами будем готовить жирать картошку, тушеную с мясом в русской печи. Сейчас у меня возвращение на ютубе, наконец-то я вернулся после длительных строительно-отделочных работ. Было не до видео, а сейчас мы с вами будем уже готовить жирать. Ну давайте сначала все нарежем, приготовим, я вам покажу как и что делать, и потом уже мы будем топить печь. А сначала мы на стол идем. Все по-простому, лук, морковь, картошка. И это я все сваливаю в чугунок. Сразу же технология готовки в русской печи совершенно иная, нежели... Мы сейчас в печи будем, да, я сейчас ее растоплю. Нежели когда вы на газу, потому что на газу это все по очереди, сначала прогревалось бы, а в печи все по-другому. Поэтому я сразу туда же помидору отправлю. К сожалению, у меня тут бардак, и я прошу извинения за бардак, потому что только что была закончена крыша, прям вот только-только день назад буквально она была закончена. Убраться еще сил не было, да и некогда, и тут нужно тоже дальше кое-какие дела, небольшие доделочки такие идут. Именно поэтому видеовыпусков никаких не было, ни про жаротву, ни про еще что-то я ничего вообще не снимал, потому что занят был полностью стройкой, строительными делами. Сейчас все закончено. Ну то есть осталось нам зажечь только пятюшку. Самый лучший вариант это куриные такие бумажки жечь, они лучше всего. А если чисто по технологии, вы должны задуть, проверить тягу. Ну тяга тут обалденная, 250-й дымоход должен быть у русской печи, 250-й. У меня был 130-й, 150-й, бесполезно. И труба должна быть выше конька. Если она у вас по середине дома, делайте выше. Делайте хоть где бы она ни была, но чтобы выше была конька с большим запасом. Сэндвич труба должна быть для дымохода. Не слушайте никого, кто говорит, что для русской печи достаточно сделать дымоход 130-й, 150-й, 200-й. Нет, 250. К сожалению, печь нужно делать по технологии, иначе придется идти по моим ошибкам. А я снес и крышу, думал, что я самую нанимал, и крышу, печников я нанимал. У меня много осталось досок толочные. Кстати, такие доски, они хорошо для строительных лесов, чтобы на них стоять леса, но тут горбы льдет, поэтому именно такая не пойдет доска. Настоящий мастер умеет печь зажечь с одной спички. То, как у меня и получилось, я с одной спички зажигаю русскую печь. Ну что, ребят, отправляем наш чугунок готовиться. У меня еще лепешка есть, я хочу лепешку испечь. Интересно, а получится, как в тандыре, если ее куда-то здесь прилепить? Сюда или куда-то к пламени? Как думаете, реально ли, чтобы она прилипла? Я люблю сразу все делать. Сейчас еще поставлю печься хлеб. У меня он такой, как лепешка будет. К сожалению, форму я еще не нашел, где она у меня лежит. Для этого чугунок поставлю чуть-чуть дальше, но тоже ближе к пламени, чтобы хорошо кипело. И лепешку тоже туда же, ближе к пламени. Все это хорошо должно закоптиться, поэтому я закрываю, чтобы там пошел процесс копчения. Но не до конца, иначе пламя гореть не будет. Хлеб у нас почти готов, или уже готов. Я его сверху смажу маслом, чтобы он золотистый был. То, что он обгорел, это нормально, как итальянская пицца. Он даже не обгорел еще. Но думаю, он сейчас еще обгорит немножко, позолотится немножко, и уже можно будет его вытаскивать. Вы когда-нибудь видели, как оно сверху прожарилось хорошо? В какой-нибудь мультиварке или на сковородке? В печи, в русской, нагрев идет со всех сторон. Слева, справа, сбоку, полностью везде. И поэтому вверху тоже идет очень хороший прогрев. Но я еще немножечко потомлю. Не, Ребя, но вкус обалдеть какой-то вообще. Сейчас у нас хлебушек еще сготовится. Не, Ребя, это офигенно. Это лучше, чем в ресторане. Тот, кто не пробовал это никогда в жизни, это не поймет.